И мое слово сегодня очень важное слово. Важное, потому что оно не просто вдохновляющее, а оно жизнеутверждающее. Это слово называется «Если он с тобой, то ты победишь». Тема месяца – победа, и мы в этой победе движемся, и мы говорим не просто о победе, а о каких-то составляющих победы. И если он с тобой, то ты победишь. Все очень просто. И вы знаете, если вот эту истину не просто ее уловить, а принять в сердце, то какие бы передряги жизни, какая бы турбулентность жизни ни была, ты все равно знаешь, что ничто не определяется даже твоей временной потерей, не определяется твоим временным поражением, но определяется все вечностью. И ты можешь проиграть сражение, но выиграть войну. И вот это то, что хочет от нас Господь. Когда Господь показал эту глубокую истину своим ученикам, ученики прониклись ей, то интересно, что и Иоанн, и Павел пишут простые слова. Иоанн, например, в своем послании говорит, кто в вас больше того, кто в этом мире. 1 Иоанна 4.4. Иоанн говорит, уже потом, как ученик Христа, говорит, поймите, братья, он пишет своим уже ученикам, он говорит, помните, что тот, кто живет в вас, он больше того, кто в этом мире. Хотя в этом мире много угроз, много наездов, много каких-то опасений, много каких-то смущений, но он говорит, если Христос живет в вас, то он всегда сильнее того, кто в этом мире. Апостол Павел в Риммельном 8.31 говорит, если Бог за нас, Павел говорит, но если Бог за тебя, если ты был человеком в миру, в смысле жил, если ты был человеком зависимым от мата, алкоголя, наркотиков, блуда, и придя ко Христу, ты освободился от всего этого, Бог дал тебе новую жизнь, то если Бог за тебя, то кто против тебя? Если ты понимаешь эту истину, сам Господь, Творец Вселенной, за тебя, то тебе некого бояться. Я буквально недавно видел картину Гюстава Доре, вторая картина называется «Рыцарь», «Рыцарь смерти дьявол», вот так она называется, там даже не картина, а гравюра. И вот интересная такая картина, она случайно попалась мне на глаза, где-то на какой-то книжке напечатанной была, и я так раз с интересом посмотрел, и вот этот рыцарь едет на коне, совершенно спокойный, смотрит куда-то вперед, немолодой уже, а сбоку от него стоит смерть, как и положено, с косой, пытается заглядывать его в глаза, а сзади вот такой крупный со свиным рылом дьявол пытается тоже каким-то образом дышать на него. И вот мысль художника была в том, что рыцарь, проходя через свою жизнь, это ты, как тот человек, ты должен быть невозмутим. Сатана пытается нагнать на тебя кучу ужасов. Смерть напоминает о том, что она тоже рядом, и она придет. Но этот рыцарь прообраз христианина, проживающего свою жизнь, который говорит, я знаю, куда я иду, я знаю свое видение, я знаю, кто со мной и кто во мне. И если я знаю, кто во мне, тогда чего мне бояться того, что в этом мире? Я вот сейчас, как раз будучи вот там на Урале, в Азбесте, ехал с одним пастором, он меня вез на старой машине, и поэтому мне было даже приятно от того, что небольшой городок, старая машина, но в глазах вот этого пастора я увидел какую-то жизненную радость, которая не определяется количеством денег в кармане, машинами, одеждами. Человек не был ни разу за границей, не ездил ни разу в отпуск, но от него как-то пахло вот какой-то свежестью жизненной, знаете. И так приятно, что человек по внешним параметрам, может быть, мы бы дали ему оценку неудачника. Ну, я понимал, что человек как-то живет, проживает свою жизнь достойно, показывает свой огород, свою там церковь, небольшую здание. И вот удивительно он мне рассказал. Он говорит, когда я приехал вот в этот поселок, еще в 90-е годы и, говорит, начинал служение, пришли, говорит, бандиты, причем не из этого поселка, откуда-то из другого места, приехали и говорят, ну, мы знаем, зачем ты на Урал приехал, тут минералы будешь отмывать туда-сюда, в общем, платить нам будешь. Он говорит, я уже плачу. Они говорят, кому ты платишь? Он говорит, я плачу вообще самому авторитетному из всех авторитетных. Говорит, Иегове, Саваофу, царю всех царей. Они говорят, а это кто такой авторитетный такой на Урале, мы вообще не знаем. Они говорят, ну, это, он говорит, такой авторитетный, что авторитетнее некуда. Я ему всю десятую часть всегда отдаю с самого детства. Ну, и бандиты видят, что он что-то на них как-то, ну, как-то дурит их и так далее. И они говорят, слушай, ты нам мозги не морочь, ты там своим морочишь, а мы с тобой разберемся. И говорит, и мы знаем, как с тобой разобраться, мы тебе выдаем неделю, чтобы ты принял решение, и вот мы, типа, приезжаем там на стрелку, и он так рассказывает мне искренне. И вдруг остановился, ну, не на машине остановился, а в разговоре, и мне говорит, у меня есть какая-то внутренняя убежденность, что Бог всегда хранит меня во всех путях. И говорит, это мне так в жизни помогало. И я ему говорю, ты историю продолжай. Он говорит, вот история есть, что у меня есть внутренняя убежденность, что Бог со мной. И говорит, и они мне позвонили за день и сказали, ну, что, готовь там деньги, либо тебе конец, мы вот сейчас завтра едем. И главное, поехали. И когда они поехали где-то по дороге, другая какая-то группировка их перехватила и расстреляла всех, весь автомобиль. И потом мы, говорит, в новостях узнали, что бандиты была разборка, одна группировка убила другую. И он говорит, и вот та другая ехала ко мне, но не доехала. И говорит, и я просто молился. Я поднимал свои ручки к небесам и знал, что Господь со мною. Я просто знал, что если Он со мной, то я одержу победу. Эту мысль совершенно в более ранние времена Давид проносил через всю свою жизнь. Давид жил в одни из самых тяжелых времен, когда люди искали его души, и даже он боялся засыпать. Поэтому он говорит, когда я ложусь спать, я знаю, ты со мною. Давид говорит, я когда сплю, я самый беззащитный. И все псалмы пронизаны этой мыслью. Он говорит, что по-человечески я беззащитен. Но в псалме 22 Давид рисует образ овцы и пастуха. И он говорит, я овца, простая овца, которая живет в этом мире, но мой пастырь, это Бог, он мой пастух. И в 4 стихе он говорит, если я пойду и долиной смертной тени. Вот знаете, этот образ долины смертной тени, это ясная картина Давида в том ландшафте, в котором он жил. Он представлял эту гору, потому что горы были рядом. И вот ущелья, и когда тебе нужно перейти через ущелье на другую сторону, это всегда самое опасное место. С любой точки зрения, уж не только для овцы, для человека это опасно, потому что там всегда все как раз засады делаются, и уж тем более для овцы. Она переходит на другое поле и понимает, падает тень от этой горы, там темное место, всегда какие-то кустарники. И вот в этих местах таятся самые большие опасности. Там всегда ждут волки и львы. Там сидят медведи, которые ждут эту жертву, добычу, которая как-то потерялась, пошла как-то не вовремя. И вот он говорит, Давид, и когда по иронии судьбы как-то я иду вот в этой долине, мне как-то нужно пройти там, и я овца, у меня нет ни рогов серьезных, ни зубов, чтобы защищаться, у меня ничего нет. Но я иду, потому что пастор мне сказал идти. И говорит, если я пойду долиной смертной тени, он говорит, не убоюсь зла, страха у меня нет внутри. И объясняет почему. Знаете почему? Потому что ты со мной. Он говорит, потому что пастух со мной. Сам по себе, я ничто. И люди мира говорят, да мы тебя уничтожим, мы тебя порвем. Иногда люди, они вот чувствуют свою какую-то безнаказанность, они почему-то уверены, что их земные ресурсы способны растоптать церковь Божию, растоптать Христа, растоптать верующих, потому что с внешней стороны нет у нас тех ресурсов. Мы люди пацифисты, мы не берем оружие в руки, мы не защищаемся какими-то, знаете, человеческими земными способами. Мы живем просто жизнью Христа. И смотрите, что написано. И он говорит, не убоюсь, потому что ты со мною. Пастух со мною. И овца говорит, я иду, я знаю, и там, возможно, волк. И там я смотрю уже это рыло львиное. Я уже вижу все это. И страх должен был меня наполнить. Должна вот эта смерть и дьявол меня запугать. Но поворачиваясь назад, понимаю, мой пастух в хорошем пиджаке, его жезл, его посох, они со мною, они меня успокаивают. Когда я вижу его посох, я понимаю, ни лев, ни какая-то тьма не подойдет, потому что мой пастух, он сильнее. Он сильнее льва, сильнее всякого агрессора. И точно так же мы, поймите, я сейчас вам говорю, это не просто какой-то образ. Я хочу донести вот это откровение до людей. Друзья, но мы должны понять, он с нами. И если он с нами, то у нас приходит внутренняя уверенность, чувство внутренней уверенности. апостол Павел, 2 Коринфянам, 3 глава, 4-5 стих, говорит, такие даже дерзковатые слова, даже дерзкие. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Он говорит, у меня есть уверенность. Когда вот люди заявляют, что они в чем-то уверены, как-то они дерзко выглядят. И он говорит, вот такую мы имеем уверенность в Боге через Христа. Он говорит, у меня уверенность. Я просто уверен, что все будет хорошо. И дальше объясняется, не потому, чтобы мы были способны помыслить что-то от себя, как бы от себя. Павел так витиеватый говорит, ну, как будто бы это я способный, крутой, у меня там ресурсы. Он говорит, нет, но способность наша от него. Он говорит, у него все там под контролем. И чтобы там не было на планете Земля, какие бы глупости не происходили, какие бы люди не производили свои какие-то телодвижения, пытаясь там запугать, разрушить, все равно я знаю, что он хозяин, и я его овца. И я знаю, что он все устроит. Не надо бояться никакого глобальной там какой-то дихристинизации, глобального потепления, глобального сумасшествия. Я не знаю, чего нужно бояться. Нужно бояться в этой жизни только Господа. Вот только его. Потому что, в конце концов, от него все началось, и им все закончится. Вы здесь, дорогие мои? Смотришь на современный мир, люди, чего только они напридумывают, то они всегда экспериментируют. Экспериментируют со своей независимостью. Я ехал сейчас в поезде, еду, и человек со мной один в поезде едет, и вот вся его риторика была, интеллигентный, неплохой человек, как многие сегодня, знаете. И вот мы что-то общались, долго достаточно ехать, говорили, как всегда, о Боге, о чем со мной еще говорить. Ну, начинаешь обо всем, а потом все равно туда же все возвращается. И мы разговариваем с ним, и вот я вижу, человек нормальный, и он все время как-то, каждый раз, когда я ему рассказываю, что вот семья, там, Господь, он говорит, ну, а что, вот я вот в семье живу, все у меня нормально, ну, неужели нельзя вот жить в семье без Бога? Ну, можно же без Бога? Я говорю, ну, наверное, можно, ну, вы же живете как-то. Потом говорю, ну, как вот бизнес вести, экономику, ну, можно же как-то вот без Бога, как-то вот экономику строить без Бога. Я говорю, ну, вот я детей не представляю, как воспитывать без христианских ценностей. Он, ну, как-то же вот я воспитываю, у меня приличные дети, и как-то вот без Бога, и как-то вот, и я чувствую, вот вся его риторика, как будто бы им тесно на лодке с Богом. И я ему говорю, что он тебе так тесно-то со Христом? Вот что он тебе лишний? И вдруг понимаю в этот момент, что все человечество, оно сегодня живет, этот гуманизм, с философией, что давайте что-то доброе и хорошее сделаем, но как-то вот без Бога, как-то вот он лишний здесь, как знаете, боливар не вынесет двоих, давайте вот мы как-то в этой лодке проплывем без него, зачем, я не пойму. И вот экспериментируя с этими вещами, то коммунизм построит, который закончится репрессиями, то какое-нибудь царство счастья и мира в какой-то нацистской Германии построит, потом мы его всем миром этот пожар тушим до 45-го, аж 9-го мая празднуем потом, как человечество построило какое-то царство любви и мира на территории Германии. Сейчас строит какой-то новый, новый какой-то парадокс, какой-то гуманизма, терпимости и такое чувство, что говорить можно обо всем, только не о грехе, надо все выкинуть оттуда, все ценности семьи, понимание гомосексуализма, сейчас каждый фильм, который не смотришь американский, какой-то фильм нормальный, обязательно должен быть гей и обязательно позитивный, если он будет негативный гей, все, уже фильм не фильм. Я американцев спрашиваю, а зачем эти все штучки, они говорят, да пойми, Голливуд даже не пропустит, если там не будет какой-то гомосексуальной сцены, где обидели гомосексуалиста. Последний фильм смотрели этот, Зеленая книга, фильм последний, фильм про африканца, про парня, который, кстати, учился в Советском Союзе, в Ленинграде учился, и потом приехал в США, известный там музыкант, потрясающий фильм, нормальный, и раз в момент показали, где он там, как будто там в сексуальную связь с мужиком вступил, вот его арестовали и так далее. Потом читаю анонсы, он не был гомосексуалистом, этот главный герой по реальным событиям снят фильм о человеке, он не был геем, но в фильме показали его еще страдающим, еще как геем. Слушайте, ну даже герою фильма, мне кажется, было бы противно, вот он умер уже, он уже там на небесах и говорит, ну вы хоть фильмы обо мне снимаете, как о герое, но не надо меня делать гомосексуалистом. Вот я бы не очень хотел, чтобы по прошествии 100 лет, знаете, обо мне сняли фильм хороший, добрый фильм, главное добрый, добрый фильм-то, что ты герой, ты такой сражаешься за правду, и потом, а еще он страдал, как нижегородский гей, просто он не признавался. Слушайте, зачем это все? Откуда вы это выдумали? Ваша вот эта вот философия, она извращает мозги, и когда мозг и ум куда-то в перину какую-то, в мягкую погружаются, то обязательно придет, придет бесовское откровение к этим людям, обязательно. И сегодня вместо того, чтобы построить общество любви и мира, общество больше похоже на взбесившиеся стадо свиней, которые неугомонно бежит к какой-то пропасти. Не теряю вас, надеюсь? Так вот, вот в этом во всем, друзья мои, мы должны понять, что бы там люди не придумывали, какие-то теории, что все будет хорошо, как правило, почему-то шлем теории не выдерживает удара дубинкой реальности. Потом приходит реальность, и ты понимаешь, что стало еще хуже. Не экспериментируйте. Я этому мужику в поезде говорю, зачем тебе экспериментировать? Бури придут в твою жизнь, это не нужно, а все определит в твоей жизни, твоя вера. Дьявол сегодня хочет ампутировать орган веры у нас. Как вот, знаете, как простой орган в организме. Отрезал орган веры, все, глаза вроде видят, почки работают, кишечник работает, а органа веры нет. И заметьте, через всю Библию, когда мы читаем Писание, Господь всегда говорит о вере. Это центральная тема. Вера не просто в его присутствии, он в этом не нуждается. Это мы, как люди, ставим под вопрос бытие Бога. Как только мы ставим под вопрос бытие Бога, он сразу под вопрос ставит наше бытие. Он говорит, ты-то кто, чтобы меня оценивать? А я считаю. Да не надо считать, купи себе калькулятор и считай, потому что все от него. Но мысль совсем другая. Друзья, когда у нас есть этот орган веры, мы способны верить там, где другие не верят. Мы способны проходить те трудности, где другие не способны их проходить. И мы живые. И когда мы живые, мы заводим жизнь у всех остальных людей. И только вера делает тебя живым. Ты знаешь, притча есть такая. Один царь заказал себе раков. И вот ему повар принес, да, он сказал, говорит, мне надо, чтобы раки были вареные, но живые. И все говорят, царь, как живые, они же вареные. Такого не бывает одно-два в одном. Царь говорит, а хочу. Вот цари, бывает, хотят. Ну и повар приносит ему блюда всем гостям. И вдруг смотрят, раки красные, вареные, но живые, все шевелятся. Царь такой сам аж удивился, говорит, это как так произошло? Потом повара вызывает и говорит, как ты это сделал, повар? Что все раки живые? Повар говорит, да все очень просто, ваше величество. Я взял одного живого рака и засунул вниз под всех. И он шевелится, и все остальные шевелятся. Так вот, все очень просто оказывается в жизни. Когда у тебя, у одного есть вера, ты всегда оживляешь людей вокруг себя. Даже неверующих ты заводишь своей верой. Потому что в нас вот этот орган, когда работает, только у верующих. Мы способны осолять современное общество. Мы сегодня говорить способны истину, когда другие молчат о ней. Мы сегодня говорим о семьях, когда другие говорят все относительно. Сегодня мы говорим, в Библии написано. Людей так раздражает, когда мы говорим фразу, в Библии написано. Ты что, идиот, своей головой думать не можешь? Могу, но я соизмеряю свою голову с тем, что написано здесь. Потому что голова может так сильно меня обмануть. Вы здесь, не теряю вас, наверное. Итак, хочу прочитать одну историю, где Господь показал нам, как работает орган веры. И Марка, 4 глава, будем читать с 35 стиха. Евангелие от Марка, 4, 35. Однажды Иисус, находясь с учениками, проповедуя Евангелие в Израиле, наполненный духом, ученикам говорит, вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. Они были на одном стороне озера, и он говорит, поехали на другую. Ты знаешь, когда Иисус тебя куда-то ведет, у него всегда есть идея, идея видения. Ты знаешь, он не просто хочет, чтобы ты хорошо закончил университет, у тебя была приличная семья, какие-то банальности. Он хочет, чтобы ты служил обществу. Ну как-то, даже ведя домашнюю группу, ты служишь обществу, ты служишь Царству Божьему. Если ты служишь в каком-то служении, делаешь какое-то дело бескорыстно, просто бескорыстно, для людей из-за своей веры, ты всегда переправляешься с ним на другую сторону. И он говорит, поехали на другую сторону, там у меня есть идея, там нужно евангелизацию сделать. Вот я что-то прям заведенный после Урала, посмотрел на этих пасторов, по деревням ездят люди, ну в деревне ездят, представьте, проповедуют. И вот нет у них в глазах этой несчастности, которая присутствует даже у нас жителей крупных городов. Уставшие, все плохо. Мы всегда сравним себя нижегородцы с Питером, питерцы с Москвой, у них все плохо. Москва с Цурихом, Цурих с Нью-Йорком, а Нью-Йорк уже не знает куда, он самоубийством заканчивает. Потому что уже не знаешь, все друг с другом сравнивают, и все у всех плохо. И смотришь, пастор на шестерке, по Уральским горам, у него все нормально, он ни с кем себя не сравнивает. Приехал в деревню, там бабушки, у которых телевизоров-то нет, и он им евангелие всем, аллилуйя, помолился, они плачут, сынок, он спасение, сел на машину, он говорит, я так живу. Я на него смотрю, думаю, Господи, все по Писанию, переправимся на другую сторону. Ну, давайте, когда приходит видение от Бога, дьявол тоже это слышит. И дьявол вот так и хочет напустить тебя этих двух, всегда сопровождающих этого старого рыцаря. Это смерть и дьявола. Вот две вещи, которые стучатся постоянно со своими ужасами. И они, отпустив народ, взяли его с собой, Иисуса, ученика. И он был в лодке, и с ними были и другие лодки. Написано, они взяли Иисуса с собой. Вот важно взять его с собой. Возьми в путешествие Иисуса с собой, потому что если он с тобой, то ты победишь. Если его нет, а ты уповаешь на свои собственные ресурсы, все будет плохо. Они взяли его с собой, и написано 37 стих. И поднялась великая буря. В другом переводе написано, внезапно поднялся великий шторм. Что? Внезапно. Вот слово есть такое. Внезапно. Вот что ничто не предвещало беды. Раз, внезапно. Внезапно. Просто все происходит внезапно. Я всегда удивляюсь вот этому парадоксу. Когда люди мыслят так, как тот мой попутчик в поезде, они говорят, все нормально, все у меня будет классно. И в семье, и в жизни. Ничто не предвещает беды и не поймут, что внезапно происходит буря. Я как сейчас помню какие-то картины перед глазами. У меня был парень, который со мной вместе учился. И потом он так взлетел, как ракета. Потом упал, правда, как блин. Но взлетел, как ракета. И там и бизнес у него пошел в 90-е годы. И у него там все. Он в администрацию забрался. И вот я прекрасно знал его, его жену. Они были в параллельных классах. Ну не в параллельных, в нашей школе как-то здесь вот крутились. И вот я такой постаренок. И он, ого-го. И я помню каждый раз диалоги у меня с ним были. Они просто тяжелые были. Каждый раз, когда я пытался, хотя раньше там на горке вместе катались, в хоккей играли. Все как-то одинаково были. И тут вдруг он превратился, ну без имен лучше, но там Сергея Ивановича, хотя это не настоящее имя. А я в Пашку. И вот мы с ним постоянно, что Пашок, все дуришь народ, да. А я бабосы делаю в администрации, землю пилим там, что-то делаем. Что-то он рассказывал мне еще в 90-е годы. Какие-то ужасы, как он вообще, как у него жизнь вся удалась. И я всегда ему говорил эту простую вещь. Я говорю, знаешь, вот все происходит внезапно в жизни. Он, у меня внезапно ничего не может. У меня даже не только бандиты. У меня все вот так. Вот где? Ах! Они у меня где все. Жена у него там ни в чем себе не отказывала. Еще в 90-е годы там летала куда угодно. Это наши друзья нормальные. И потом, внезапно, вот внезапно, чик и все. Ничто не предвещало беды. Пошел с такими же представителями 90-х годов, где не поймешь, то ли они бандиты, то ли кто, то ли кто, то ли бизнесмены. Пошли купаться на Волгу. Пока купались, брк их, мотоцикл водный по нему проехался. Его же Друган где-то проехал по нему. И все, и нету. Нету жизни. Утонул человек. Просто пришло внезапно. И супругу сегодня встречаешь, ничего не представляет. Просто обычная женщина, которая живет, пытается выживать. И даже не поверишь, что каких-то там 20 лет назад она себе не отказывала ни в чем и никогда. Почему? Все приходит внезапно. Просто чик внезапно. Опять перед глазами стоит другая ситуация. Когда в университете мы учились, наши институтские ребята некоторые, знаете, там, хорошо устроились на работу. Интеллигенция, парень, девушка, красавцы, он красавик, она красавица. Я им все время говорю, слушайте, вам нужен Господь. Не, не, нам не нужно. Мы все знаем, вот голова, все, все. Мы мыслим, все у нас нормально. Я говорю, все бывает внезапно. У нас не бывает. Родили ребеночка, второго, отпуск, все, интеллигенция, замечательные люди. Потом, бах, встречаю его. Что случилось? Такие слезищи. Жена устроилась на работу с начальником Роман, забеременела от начальника и так далее. Все посыпалось. И ты думаешь, ну подожди, внезапно происходит буря. Сатана заинтересован, чтобы разрушить твою жизнь. Сатана заинтересован в том, чтобы вот эти волны ударяли по твоей лодке. И так, чтобы она начала тонуть. Она наполнялась водою, уже эта лодка. Буря началась, били в лодку так, что волны, она наполнялась водою. А он, Иисус, на корме спал в возглавии. А Иисус спал. В одном из переводов, в русском новом переводе написано, что он спал на подушке. Там даже слово не просто на возглавии, а на подушке. Я представил эту ситуацию. Лодка тонет, там волны бьют, бах, проблемы. В это время Иисус на подушке. Он спит, на другую сторону. Устал я. Аж драгивает во сне, что-то видит там. Сны добрые, у него шарики перед глазами. Просто красивые, знаете, румяные шарики. А в это время тонем. Титаник ко дну пошел. Мы все, нам конец всем, у нас проблемы. И мы, ааа, эти ученики держатся за канаты свои. Кричат, тонем. Это в Библии написано. Смотрите. Его будят, и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? Они его будят, разбудить не могут с подушки. Даже представляю, знаешь, вот ты будешь человеком, а он, да отстаньте его, раз, опять. На другую сторону. Написано, вода заливала. Вода даже каким-то образом уже на ноги ему, на одежду где-то. И думает, у него какой-то сон очень странный. Как будто пьяный мужик уснул. Я помню, как у меня папа засыпал, не разбудишь ничем. Хоть дом гори, там ему, папа, вставай, кошмар. Вот. И я думаю, что сон был у него именно такой. Почему я думаю так? Потому что он хотел их научить вере. Чтобы люди сами проявили веру в себе. Потом вы из текста увидите, что именно это была мысль его сна. Что, парни, я даю вам власть. Когда вы встанете и поймете, что я даю вам победу, если вы знаете, что я рядом. Если ты знаешь, что я рядом, то ты пойдешь по долине смертной тени. Если ты знаешь, что я с тобой, ты не будешь бояться разговаривать даже и с бандитами. Сказать, не, я не боюсь вас, потому что я плачу, уже плачу. Только плачу не по земным понятиям, а по небесным. Ты не будешь бояться говорить, приходи, Иисус, в мою семью. Не потому что я боюсь, что что-то случится. А потому что ты инициатор моей семьи и вечности. Поэтому ты мне нужен, даже у меня, если все хорошо. Ты нужен в моем бизнесе, даже если у меня все процветает. Ты нужен мне в моей церкви, даже если у меня все прекрасно. Ты нужен мне просто потому, что ты мне нужен. Вот просто по этой причине. Не теряю вас, надеюсь. И смотрите, что дальше написано. Они говорят, неужели нет нужды, что мы погибаем? Такое впечатление, что он не погибал. Вот странно. Он был ниже их всех. Если бы корабль утонул, первый бы Иисус пошел на дно. Первым. Но почему-то он не переживает. И встав. Фраза такая, встав. Не просто вскочив в нервотрепке. А, что ты говоришь-то? Что раньше нас не разбудили? Нет. Иисус встав. Встав. Там все качается. Он встав. Пошел зубы чистить. Они ему, Иисус, не до этого сейчас. Он, подождите, сейчас. Зубы почистил. Умылся. Там все качается. Турбулентность в последней стадии. Ну, подождите. Ну, успокойтесь. Вот я всегда боялся турбуленции. Всегда. Я, если летал на самолете, с детских лет, помню. Вообще-то в детские-то я что-то преувеличил. Я что-то... Не в детские. В детские я не летал. Я первый раз полетел в армию. 18 лет мне было. Но я помню это чувство турбулентности. У тебя все уходит из-под контроля. Ты понимаешь, что тебе ничего не подотчетно. А ты летишь там на 10 тысячах метров над уровнем моря. Или там над землей. И вот ты вниз туда смотришь. Там ужас. А тебя вот здесь трясет. Там-дам. Вцепляешься в эти ручки. Кто вцеплялся? Вцеплялся кто-нибудь? Или я только один? Как будто это поможет. Ты вцепляешься. Но если ты полетишь вниз с ручками вместе, все нормально. Часто, когда самолеты разбиваются, там людей находят с ручками. Все в креслах. Они сидят как живые. Пристегнутые. Все у них в порядке. И вот я каждый раз. Начинается турбулентность. И Павлик Рындич. Что творится-то? Что творится? И ты понимаешь, что все выходит из-под контроля. Турбулентность, она тебя не спрашивает. Хочешь ты или не хочешь. Она просто приходит в твою жизнь. Так же, как эти волны. Как дьявол. А он приходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Самолет. И ты еще вниз. А там еще над океаном. Мамочки. Ой. Так вот. Мне многие друзья говорили. Зачем ты на поезде ездишь на Урал или в Сибирь? Я всегда ездил на поезде. Всегда. Ну и сейчас езжу. Сейчас просто удобно. А раньше я всегда ездил на поезде исключительно. И мне говорят. Два дня. А то еще трое суток. Это же дольше. На самолете 3-4 часа. И ты там, где хочешь. Зачем так долго ехать? Можно же быстрее. Я говорю. Понимаете. Проблема в том, что я на поезде еду. Двое суток. Максимум трое. А на самолете. Как я купил билет. Вот две недели. Вот я уже две недели лечу. Я уже хожу на ватных ногах. Уже по дому. Меня жена спрашивает. Как дела? Я. Ха-ха. Чего? И ты уже ходишь. Ты уже летишь. Потому что. Ну ненавидел я летать. Просто ужас. Потому что вот эти волны мерзкие. Вот то, что переживали эти ученики. Поганые. Чувства. Я не хочу переживать. Когда ты чувствуешь, что корабль тонет. По нему бьют волны. И вот нужно тебе осознать, что он с тобою в это время. А это так трудно. Так трудно вот этот момент от своей мозги, которые тебе говорят, он с тобою. Чтоб добрались до твоего сердца. Самый сложный момент. И вот однажды я лечу на этом самолете. И помню, где-то даже над Атлантикой лечу. Ночь. Спим все в самолете. Тишина. Лет, наверное, 12 назад было. Летим. Тихо. Мотор работает. И вдруг. Я думал, все. Мы уже падаем. Я раз по сторонам. Эти штуки начали гореть. Сигнализация там. Пим-пим-пим. Я думаю, все. Горим. Я прям. От своего сна проснулся. Пристегните ремни. И мы все. У меня еще ремень зацепился. Я нервоз на его. Как будто поможет. Но это же самоуспокоение. Чук. Я ремень пристегнул. Сижу в одну точку. Смотрю на языках. Чи-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Лю-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Рядом мужик сидит. И смотрю мужик. Сидит и смотрит спокойно в окно. А там тьма. Вот что вы понимали. Это вот долина смертной тени умноженной на 10. Там смотришь в иллюминатор. Там Атлантика. Там только лететь 10 тысяч метров. Накричишься пока до низу долетишь. Я в иллюминатор смотрю. Там просто черное пятно одно. И вот само осознание. Над Атлантикой. Океан. Чернота. Ночь. И меня трясет. Я сразу понял этих учеников. Я сразу их понял в одну секунду. И рядом мужик. Сидит и смотрит. Еще так он бьется тоже. И даже головой. Бум. Об лобовое стекло. Об этот иллюминатор. Бум. Опять раз. Поправится. Но смотрю что-то с ним другое происходит. Он совершенно не боится этот мужик. И мы с ним заговорили. С этим мужчиной. Он оказался летчик. Просто летчик. Он сам летчик. Ну вот летел по какой-то причине. Непонятно зачем. Ну что там по своим делам. Просто летел. И когда мы с ним заговорили. Этот летчик говорит. Турбулентность. Это нормальное состояние самолета. В принципе. Всегда встречается время от времени. Говорит. Ничего страшного нет. Крылья. Говорит. Они сгибаются настолько сильно. Что если бы ты увидел. Ты просто удивился. Настолько прочные конструкции. Говорит. Все нормально. А погибнуть в самолете. Уровень примерно. Статистически. Равен тому. Как подавиться котлетой. Или даже котлетой подавиться. Это примерно в 6 раз больше шансов. Чем умереть в самолете. Ну ты же ешь каждый раз. Ты же не в ужасе. Ааа. Вдруг умру. И я смотрел на него. И смотрю. Он спокоен. Да. Мирской мужик. Я все понимаю. Но в этот момент я почувствовал. Думаю. Вот мне еще Господь. Говорит. Что еще даже после смерти. Есть еще покой. Чего же я боюсь. Где моя простая вера. И я не знаю что произошло. Но с того момента я перестал вообще бояться летать на самолетах. И теперь уже наоборот. В обратную сторону. Уже смотришь. Проходит время. Летишь где-нибудь. Я сплю бывает. Когда там 4 кресла особенно. Свободные если. Раз ляжешь на все 4. Я не раз упал с них от турбуленции. Не успели пристегнуться. И там что-то. Няу-няу. Самолет. И я боюсь оттуда. Поднимаюсь. С стюардесса смотрю. Бледная. Чуть не прошу за ней уже стелиться. Она. Молодой человек. Пристегнитесь. Я говорю. А что падаем? Она. Нет. Но турбуленция. Я говорю. Да успокойтесь. Все будет хорошо. И у нас. И у вас. Она. Все бывает. Смотрю. Девушка переживает. Мне нужно ее успокаивать. Я чик пристегиваюсь. Говорю. У вас что? Проблемы с Богом? Не переживайте. Он все держит под своим контролем. Даже если будет вот так. Все равно все будет хорошо. Потому что он с нами. Он идет по долине смертной тени. Ты со мною. Твой жезл. Твой посох. Успокаивают меня. Господи. Ты тот. Кто в нас. Сильнее того. Кто в этом мире. Несмотря на все эти турбуленции. Господи. Ты со мною. Всю мою жизнь. Если я отдал тебе свою жизнь. Когда мне было 21 год. То до сегодняшнего дня ты хранил. До сегодняшнего дня ты вел. И поведешь дальше. Вы здесь или нет? Дорогие мои. Поэтому. Он встал Иисус. И запретил ветру. И сказал. Умолкни и перестань. Знаете по русски прям. Заткнись. Мне прям это нравится. Рисковато так. Замолчи небо. Замолчи. Все. Вы знаете. Только вдумайтесь. Когда он сказал погодным условиям. Он имел ввиду. Что он всей вселенной управляет. Он говорит. Замолчи. Встаньте на свое место. Все. Распределитесь. Звезды там где вы должны быть. Вы должны быть на местах. И Библия говорит. И ветер утих. Они подчиняются. Оказывается. Условия жизни. Подчиняются. Слову. Сказанному с верой. И вы знаете. Почему Иисус спал. Потому что. Эта власть. Вложенного слова. Она есть у каждого из нас. Когда Адам был создан. Бог создал его. Со властью. Адам должен был называть именами животных. У него была власть управлять природой. Господь сказал. Возделывай сад. Все в твоих руках. Ты хозяин этой вселенной. Иисус ждал. Когда эти парни. Сами с верой будут говорить. Прекрати. Замолкни. Прекрати. Когда у них появится дерзновение. Говорить смерти. Аду. И сатане. У меня все будет хорошо. Сатана всегда запугивает. А ты говоришь. Нет. У меня все будет хорошо. Дьявол. Я не знаю. Что там у тебя. Но у меня все будет хорошо. Да ты сдохнешь скоро. Это вообще не твой вопрос. Потому что даже в этом вопросе. Господь держит все под контролем. И я умру только тогда. Когда он это скажет. А если он скажет. Ну тогда значит так и должно быть. Но пока он не скажет. Твое слово для меня не играет никакой роли сатана. Вообще это пустышка. И турбулентность переживем. Потому что я знаю кто во мне. А тот кто во мне сильнее того кто в этом мире. Поэтому Иоанн говорит. Говорите друг другу эти слова. Апостол Павел говорит. Если Бог за меня. Ну Бог за меня. То кто против меня. Если овца говорит. Ну да я овца. Да я добыча. Я иду долины смертной тени. И ты лев против меня. Ты думаешь ты победишь меня. Посмотри кто за мной стоит. А за мной стоит пастух. И он стоит очень серьезной винтовкой. И он чук-чук. Эй лев. И лев. Понял, понял. Что орать то. Тогда же и тебе приходит это откровение. И ветер утих и сделается великая тишина. И сказал им. Что вы так боязливые. Первое он говорит. Откуда у вас страх? Кто ампутировал ваш орган веры? Куда он подевался? И второе. И второе. Как у вас нет веры? Он говорит. Люди. Опять он снова вам говорит. Где ваша вера? Ну где ваше доверие другими словами мне? Где ваша власть духовная? Когда вы идете и сражаетесь. За мои истины. Где ваша вера? Когда вы даже принимаете таблетки. Говорите кроме таблеток еще. Я не умру, но буду жить. И буду возвещать дела Господни. Когда в семье ты говоришь своим детям. Все у вас будет хорошо. Даже сегодня если вам ставят двойки. У вас. Вы у меня лучшие дети. Потому что у меня есть вера в это. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Даже если случилось такое непоправимое. Как тебе кажется. Все равно у него все под контролем. Все будет хорошо. Потому что это язык веры. И ученики убоялись страхом великим. 41 стих говорит. И говорили между собой. Кто же сей, что и ветер, и море ему повинуются? Они говорят. Кто это? Что ветер, море, вселенная повинуется ему? А он говорит. Я тот, кто хочет жить в вас. Я тот, который хочет дать эту власть вам. Я тот, который дает вам это все сегодня. Чтобы вы были, как я. Прошли годы. Иисус умер и воскрес. После этого все эти парни, которые были на этой лодке, вели себя точно так же. Если вы будете читать Деяния апостолов, вы увидите, что их риторика такая же по отношению к другим людям. Вот поэтому Иоанн, через много лет, который был в этой лодке, он говорит. Не бойтесь. Не бойтесь все свои послания. Не бойтесь, кто у вас сильнее, кто в мире. Павел апостол, правда, не был в той лодке. Он позднее пришел. Он говорит. Что вы боитесь? Поймите. Если Бог за нас, кто против нас? Петр постоянно пишет. Да не бойтесь вы. Все будет нормально. Петр и Иоанн идут в храм. Если вы помните, человек сидел калека. И написано, они посмотрели ему в глаза. И тот мужик стал искать милостыни. Они ему говорят. Слушай, серебра и золота нет у нас. Дома оставили. У тещи. А что тебе говорим? Встань и ходи. Сегодня во имя Господа Иисуса Христа. Написано, он встал. Стал скакать и прославлять Бога. И весь Иерусалим пришел в движение. Что это? Какой властью они делают? Они говорят. Ааа. Власть. Того, кто создал небо и землю. Аминь, дорогие мои. Апостол Павел в послании к Кримлянам в конце говорит. Я ничего не знаю, чтобы Иисус не сделал через меня. Силу и знамений и чудес. Силу и знамений и чудес. Словом и делом. Он говорит, я знал, какая сила есть во Христе. Поэтому, братья и сестры, укрепитесь этой штукой. Вот этим откровением. Если Он с тобой, то ты победишь. Если Он с тобой, ты победишь. Положи вот так руку на себя, скажи. Если Он со мной, я одержу победу. Если Он со мной, то я одержу победу. Давид пошел против Голиафа не потому, что верил в свой ресурс. Давид победил Голиафа потому, что он знал, кто с ним. И если ты знаешь, кто с тобой, то ты обязательно пройдешь и одержишь победу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!